дорогие друзья большой всем от меня ювелирный привет у вас сегодня не совсем обычные изделия от не совсем обычного заказчика короче ко мне обратился клиент который занимается темной магией маг владимир действенная магическая помощь не откладывайте жизнь на потом ну не будем откладывать дела надо вершить прямо здесь и сейчас сам я в чудеса какие-либо не верю естественно руководствую столько здравым смыслом по жизни и все наши события которые происходят я думаю зависят только от нас и в какой-то степени от нашего окружения но пусть я в это не верю но человек занимается темной магией уже давно и как говоришь что к нему обращаются люди как от дворников так и до правительственных деятелей то есть ну кто-то в это верит и для кого-то это может быть моральная поддержка и реальная помощь ну а раз я руководствуюсь только здравым смыслом ну здравый смысл говорит о том что если человек этим занимается если для него это важно и вещь которую мы будем делать действительно будет творить ну как ему кажется чудеса мы просто выполним его пожелание вот и все так вот а что это за изделие в общем образец кольца у нас есть очень наглядный подробные в нескольких ракурсах дело в том что это кольцо владимир заказывал по интернету но то что мы видим и заказываем в сети часто по факту приходит совершенно в другом виде ну этим и чреват и заказы по интернету вот в таком виде кольцо презентовался в интернете но пришло на руки совершенно другое убитая поцарапанная помятая в общем я к сожалению не смогу показать фотографии потому что она не сохранилась сначала клиент полагал что это колечко можно будет как-то подправить привести в должное состояние но работы там на самом деле столько что проще сделать новое и уже из золота каким путем мы пойдем в принципе если еще раз посмотреть на эскиз то мы видим что что он из себя представляет 32 образка да и верхушечка то есть по сути в основе мы имеем классическое обручальное кольцо идущие чуть под сокращение вниз и вот эти образки можно сделать ну в общем-то напойными или пойти по пути моделирования изделия из воска поэтому я думаю что вам это будет интересно посмотреть как сделать такую мелкую детализацию воски и какими способами и инструментом это осуществляется так ну прежде чем мы приступим к изготовлению изделия нам с вами важно учесть три важных условия первое это размер кольца размер нашего кольца мы сняли размер с пальца владимира соответствует 21 размеру и вес металла поскольку мы будем работать с клиентским золотом а клиент принес 775 грамм золота 585 пробы то есть минус угары колечко у нас на выходе в идеале должно получиться чуть больше 7 грамм но клиент идет навстречу и говорит что если у вас пальц кольцо получится там скажем на пару грамм потяжелее страшно в этом ничего не будет то есть наш лимит на выходе это 9 граммовое кольцо максимум если оно получится тяжелее то возможно случаются определенные конфликты и терки да с клиентом что уже нехорошо поэтому вот наши условия второе то есть третье чем надо определиться это материал воск из которого мы будем моделировать наше колечко я уже говорил что работаю обычно либо синим модельным воском либо зеленым ну в общем то как и большинство наверное моделиров воски воска про несколько не знаю отличаются по свойствам синий воск он более мягкий да и более пластичный зеленый он более твердый но более хрупкий какой выбрать ну поскольку мы будем работать вы видели с мелкодетализированным зелень то желательно чтобы ваш мозг был максимально твердый поэтому я предпочитаю для таких работ конечно зеленый воск дальше нам с вами надо сделать заготовку чтобы сделать заготовку надо определиться с параметрами размерами кольца у колец ну по крайней мере вот такой вот простой формы я сейчас говорю про форму не говорю про наполнение кольца есть пожалуй три основных параметра это внутренний диаметр внешний диаметр по самым крупным точкам и ширина самого кольца прикинем по образцу что мы имеем внутренний диаметр 21 до плюс толщина с двух сторон если говорить о образке вот этих существ кто это демоны или темные ангелы не знаю в этом не разборчив ну какой у них рельеф будет такой чтобы он да не раздробил саму форму чтобы она в основе было все-таки обручальным ну пожалуй миллиметра 4 4 с половиной максимум это это думаю что запасом итогу складываем внутренний диаметр 21 миллиметр плюс по четыре с половиной миллиметра с двух сторон и ширина 10 миллиметров и того у нас внешний диаметр кольца на заготовке мы берем 30 миллиметров до ну плюс маленький запасик пусть будет 31 и ширина кольца 10 миллиметров так что берем и отмечаем это на заготовке обращаю ваше внимание что разметочку мы должны стараться делать тонкой я сделал прочертил толстую такую линию да и нам непонятно на какой край и ориентироваться то есть она уже выглядит не как разметочная линия а как прокопанная линия ну что очень небрежно конечно дальше мы отпиливаем наш размеченный кусочек я люблю это делать не пилками по оску кстати потому что они менее управляемые из-за того что они круглые а вот такие направленные да заготовочки люблю отпиливать просто или ножовкой по металлу или даже пилой по дереву и Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, обращаю ваше внимание, что точки пересечения осевых линий, откуда мы проводили из центра, внутренний диаметр окружности и внешний, находятся у нас на разных уровнях. Я думаю, это не надо объяснять почему. Дело в том, что на верхушке у нас, естественно, толщина кольца больше по композиции, внизу, само собой, тоньше. Ну и рельефы наших рогатых товарищей в этих участках кольцо будет особенно толстым. Ну а теперь мы будем выпиливать внутренний диаметр кольца. Всегда работу над кольцами в модельном воске мы начинаем с размера кольца, а уже потом подгоняем внешку. Исключений, когда это делается наоборот, я, например, никогда не встречал. Вот здесь, конечно, нам бы не помешала спиральная опилка по воску, потому как эта опилочка, она хоть и с крупным зубом, но от нагревания, заготовка все-таки толстая, начинает воск таять, и пилочка залипает. Поэтому такая опиловка может превратиться в мучение. Ну а затем разгоняем внутренний диаметр напильником по воску, но не в чистовую, мы по-прежнему оставляем запас. В чистовую мы это будем делать другим способом, я покажу каким. Так, ну что, диаметр мы уже с вами хорошенько так подрасточили, теперь можно убедиться наверняка. Ну, я так понимаю, это 19,5. Да, 19,5 размер. Я думаю, что можно еще работать восковым напильником, думаю, до размера 25. То есть еще на размер, даже на 2 получается, можно увеличивать. Так, ну вот мы подошли уже практически к размеру 25. Ну, практически, я думаю, сейчас где-то 22-23. Как я люблю действовать дальше. Кстати, вот этот ригель конический, у меня их два. Я не знаю, почему эти ригеля такой дефицит в магазинах. Их там просто нет. Эти я заказывал у токаря. Выточить их совсем недорого, а инструмент, ну, просто незаменимый. И очень удобный для моделирования изделий. Колец. Значит, смотрите, как я люблю действовать дальше. Берем наждачную бумагу, грубую. Ну, таким образом мы получаем идеальный внутренний диаметр. Без всяких там, знаете, заломов, переходов, вздутостей, яйцеобразностей, ну и так далее. Я помню, кто-то мне в комментариях написал, какой-то товарищ во втором видео по моделированию изгот, сказал, что вроде как, я вам советую взять конический ригель, деревянный с лезвием. Идеальный результат. Я не понимаю, что там может быть идеального, если он конический. То есть, у вас и кольцо под конус будет. То есть, ну, какая там логика, я не понимаю. Конечно, после обработки наждачкой поверхность выглядит очень небрежно. Но для этого мы оставляли запас, чтобы выгладить, вышибрить эту поверхность и попасть в итоговый искомый размер. Одно, что обрабатывать я люблю, нутрянку не шабером, да, потому как шабер все-таки инструмент, предназначенный для обработки металла. И его режущая острая кромка может просто покалечить воском. Поэтому для этих целей я люблю использовать штитель. Продолжение следует... Продолжение следует... Затем мы руководством со золотым правилом, которое работает в любом виде изобразительного искусства. Будь то скульптура, архитектура, живопись, графика и моделирование из воска в том числе. Правило это звучит очень просто. От общего к частному. То есть, сейчас мы делаем тонкий, внимательный переход от крупных форм к более мелким. И от частного, затем к целому. То есть, когда наши мелкодетализированные детали изделия начинают уже быть слишком самозаточными, следим за тем, чтобы они не дробили общую форму. Ну вот мы уже переходим к этапу изготовления, когда мы можем намечать образки вот этих вот наших рогатых персонажей. Короче, я люблю это делать маркером по пятну. Почему маркером по пятну? Пятно дает нам очень наглядное представление о том, как компонуется вот этот вот образок к массе самого кольца. То есть, мы явно будем видеть, не получился ли он слишком мелким. Да? Тогда будет фон кольца давить на него зрительно. Или слишком крупным. Так он будет выбиваться из массы изделия. Поэтому заполнение по пятну очень наглядно. Субтитры подогнал «Симон» Так, ну и после того, как образки мы наметили, мы делаем что? Правильно, вытаскиваем их наружу и осаживаем фон. Каким инструментом мы это делаем? Конечно, это боры. И самый популярный вопрос у новичков, кто пытается моделировать из воска, часто спрашивают. Ну, потому что, видимо, пытаются сэкономить. Какие боры лучше всего применять для этих целей? Короче, ребят, я бы сказал так. Боров, которые мы не используем в моделировании, просто нет. Я их не встречал. Одно, что у нас боры делятся, естественно, на лепестковые и алмазные. Алмазные боры для моделирования из воска, конечно, не подходят. А лепестковые любых конфигураций вы будете использовать. Это твердосплавные боры крупных форм. Видите, они имеют такую округлую конфигурацию и форму конуса и обратного конуса. Цилиндрические боры. Они тоже разных размеров в виде. У меня есть совсем маленькие. Есть и покрупнее. Такие уже, знаете, зубчатые лепестковые. Тоже для снятия крупных масс очень удобные. Вот такой вот бор есть, лепестковый. Его тоже можно назвать цилиндрическим, но он имеет такие округлые формы. Кстати, это очень удобно, потому что цилиндр строгой формы своим углом может калечить детали изделия, где необходимы мягкие касания линий. Игольчатые боры. Вот вы видите, есть уже совсем убитые, потому как работаю ими не только с воском, но и с металлом. Вот этот бор можно назвать зубчатым усеченным конусом. Тоже маленькие, есть такие же и покрупнее. Шаровые боры обязательно. И чем больше у вас разбег по их диаметру, тем лучше. Но крупные боры, шары нам классно подходят для снятия внутренней полости колец. Как раз ими мы будем пользоваться, но чуть позже. Борики, формы, линза. Не скажу, что для воска они часто используются, но в каких-то ситуациях определенных очень выручают. Бор свеча, ну или пламя еще называют, бутон по-разному. Дисковые боры разных диаметров, толщин. Тоже не скажу, что очень популярная модель бора для воска, но если вы имеете дело с геометрией, прорезание каких-то линий или полости геометричных форм, он тоже часто подходит. Ну, чаще, конечно, их используют для металла. Но они не значат, что они вам не пригодятся. Все зависит от специфики вашего изделия. На данном этапе, пока мы работаем с кольцом очень нагрубо, не занимаемся дилетализацией, нам подойдут крупные размеры боров. Поэтому я бы выбрал цилиндрические, зубчатые или лепестковые борики. Редактор субтитров А.Семкин Конечно, рельеф голов, который у нас сейчас получается, он может показаться просто необъятным и гигантским. И что, заложили мы слишком большой запас. Но не забываем, что с точки зрения анатомии, в принципе, как и у всех у нас, самая верхняя точка рельефа, это наш нос. Все остальное мы уводим вниз, чтобы вытащить этот самый носик, чтобы он был анатомически верным. То есть, когда мы все уберем лишнее, лоб, подбородок, щеки и так далее, уши, волосы, этот рельеф уже не будет казаться таким выпирающим. Редактор субтитров А.Семкин Друзья, мы с вами трудимся уже более 20 минут, и я боюсь, что многие из вас успели устать. Поэтому, чтобы сохранить ваше внимание, определенную интригу и ваш интерес, мы продолжим уже в следующем видеосюжете. Ну а тем, кому не терпится, в хорошем смысле слова, коротенькие выдержки из грядущих видеосюжетов будут появляться на моем канале в ТикТоке, который я начал недавно развивать. Ссылочку к нему я оставлю в описании данном видео и в описании к каналу. Поэтому присоединяемся ко мне на данную платформу, а на Ютубе мы с вами увидимся уже в следующем видеосюжете. Я рад был со всеми поветоваться, друзья. До встречи. Пока.